Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём канале. Вместе со мной сегодня... Айсель! Вы ждали, вы писали в комментариях. Честно, очень много было комментариев по поводу того, что вы поссорились с Айсель. Почему не снимаете? Мы так соскучились, честно. Мы до карантина видели всего лишь один раз, то 6 или 7 месяцев мы не виделись, представляете? Карантин, и ты ещё училась и все дела. Один раз ты меня продинамила, сказала, у неё занятия, она не может, давайте колу налью. Но всё равно мы сегодня всё-таки... Встретились. И теперь мы будем встречаться чаще, потому что Айсель... Мне не нравится, мне кажется, слишком темно, нет. Давай, это второе. Почему, какой-то неудачный день, мы сама нальесили. Я очень, это, мастерски всё делаю. В общем, у нас сегодня очень вкусные бургеры. Прям бомба, какие вкусные. Не, мне хватит. Если что, я из горла прям буду пить фантом. Здесь у нас фри маминого производства. Ты должна это попробовать. И бургеры. Очень вкусные. Мы в тиктоке поснимали для вас интересные ролики. Подписывайтесь. Ссылочка будет внизу. Ммм, так вкусно. Очень вкусно. Сейчас попробую. Здесь такая котлетка куриная. Соус. И плюс они ещё такие мягкие. Они очень вкусные. Я хотела сегодня тоже организовать суши. Потом я подумала, что два раза мы снимали, и оба раза суши. Перебор как-то получается. Угу. Поэтому в этот раз бургера. Очень вкусные, честно. Я тебе дам их номерочек. Давай. Айсель. Уже снимается в новом сериале. Да. Мне больше не будет кучу руми. У меня там роль закончилась. А что там девочка, которая... Которой была ты? Она с ней что-то случилась? Или она куда-то уехала? Наверное, с ней что-то случилось. Но нет, я жива и здорова. Я сейчас в сериале Бергаден. Он уже по телевизору идёт. Идёт, да. У меня бабушка, кстати, его смотрит. Да. Смотрит его тоже. Я вообще телевизор, если честно, не смотрю. А вот бабушка обожает. Сериал называется Бергаден по каналу АТВ. Да. Девять часов вечера начинается. Так что вы можете посмотреть. Самое хорошее эфирное время у вас. Когда все собираются после работы и все дела. Там я совсем в другом роли. То есть я там более такая злая, более такая агрессивная. Ты же божий одуванчик. Как тебя могли взять на такую роль? Ну, нужно иногда и в таком. Ты умеешь меняться, да? Да. Я раньше вообще не любила азербайджанские каналы. Я не могла смотреть наши сериалы. Мне казалось, очень непрофессионально. Но мне кажется, они набирают опыт. И с каждым разом сериалы получаются всё интереснее и интереснее. Да. Да. У меня вообще в детстве была мечта, что я хочу стать режиссёром. Вообще-то сейчас это набирает большой популярностью. Быть актрисой, быть режиссёром, продюсером. Возможно, когда-нибудь... Да. Мы с тобой, когда нам будет по 50 лет... Судьба. Да. Снимем какой-то фильм. Попеку. На маленьком таком роли. А. Я бы хотела снять фильм про школу. Я тоже. Я так хочу снять. Просто наши не снимают такие фильмы. А это сериал. Поэтому молодёжь не смотрит телевизор. Потому что снимают не про молодёжь. Одинаковые вещи снимают. Нету такого разнообразия какого-то. Например, в других странах есть разнообразие. Там снимают и про любовь, и про войну, и там про, не знаю, про школу и так далее. А у нас нет. У наших ещё и бюджет ограничен. Потому что у нас в телевизоре реклама стоит не так дорого. Да. Поэтому это тоже. Получается, деньги, которые они выручили с фильма, не окупают их расходы. Возможно, не окупят, да? Угу. Поэтому тут палка о двух концах. Ну, зато, хоть мои фильмы не транслируются по телевизору, транслируются по ютубу. Да, точно. И немалое количество людей смотрят твои видео. Да. Между прочим. Расскажи про школу. Как у вас проходят занятия? Никак. У нас не открываются школы. В России уже открылось, кажется. Да, открылось. Но у нас нет. А вот онлайн, например, можно не зайти на урок просто? Нет. Это уже нельзя. Нужно обязательно заходить на онлайн, так как уже пишут эти... Как там были? Гайб, как там будет? Я не знаю, как по-русски. Отсутствие отмечают. Да, отсутствие отмечают. Уже нужно заходить. Я захожу. Нечасто, но захожу, когда у меня не бывает утром занятий, я захожу на свои уроки в школе. Ну, много что говорят. Говорят, что откроется с 15 октября. Кто-то говорит, что не откроется. Если честно, открылись, но не для нас. То есть для первоклассников. Ну, от первого до четвертого, кажется, класс открылись школы. Но для нас, то есть 10-11 пока не открылось. Ну, по идее, это логично. Представь ребенка в первом классе и онлайн занимается. Например, он учится писать. Как учиться писать, если рядом нет учительницы, который подскажет и покажет. Открыть для маленьких, но не для нас. Ну, говорят, с 15-го типа откроют. Кто-то говорит, нет. Типа вирус все больше и больше. Типа 120 детей захватил вирус. Захватилось, да. Заболели, да. Заболели, да. 120, ну, этих маленьких детишек заболели коронавирусом и 8 учителей. Мне кажется, уже люди уже привыкли жить в состоянии, что... Коронавирус, да. Раньше мы очень боялись, но сейчас, мне кажется, уже всем плевать. Ну, да заболею, заболею, чё? Люди же выздоравливают. У меня родственники заболели, выздоровели. Вроде все нормально. Но раз на раз не приходится. По-всякому бывает. Угу. Одно хорошо. Вот. Например, появился коронавирус. Я начала многие, например, блюда заказывать онлайн. Вместо того, чтобы сидеть где-то в ресторане, просто приходят домой, вкусно покушал, посмотрел сериал, полежал. То есть, не знаю, мне в кайф так. Онлайн-магазин? Доставки. Доставки, да. Они доставляют бесплатно даже некоторые. Вот это мы заказали, бесплатно нам доставили. Очень удобно. Хотя раньше, хотя раньше шли, сидели в ресторанах, у меня потихонечку. В тиктоке каждый день 4 тысячи. Угу. Я вообще в шоке. У тебя такие просмотры. Такие подписчики растут. Я тоже, я не понимаю, в чём прикол. Не днем, а по часам, по минутам. Так много у неё там просмотров. Загляните обязательно. Даже дело не в просмотрах, люди подписываются. Да. Много подписок. У меня в лучшие времена на ютубе такого не было. Айсель тоже снимает тиктоки. Я вам ссылочку оставлю внизу. А мне очень нравятся твои тиктоки. Просто у тебя нету стабильности. Ты то снимаешь, что ты не снимаешь. Конечно, у тебя обучение и все дела. Угу. Но всё равно. Ты сырный соус любишь? Я нечаянно к себе положила. Мне он уже настолько надоел. Давай, поставь сюда. Я его столько уже поела, что надоел. Хайс, хайс. Бесплатная реклама Хайс делала раньше. Раньше я очень его любила. Просто... Хингали даже кушала с сырным соусом. Да. Это была любовь. Но просто, когда ты ешь одно и то же, это тебе надоедает. Угу. Я предлагаю, Василь, как-нибудь на днях съездить по красивым местам в Бакуо. Поснимать видео. Угу. Тиктоки. И для тебя, и для меня. Давай. Я тебя буду отмечать. Мы будем всегда. У меня тоже будут такие большие просмотры. Да. Поэтому я думаю, что будет интересно. Я за. А то постоянно дома нужно какое-то разнообразие. Да. Нужен хороший, красивый контент. Да. А то все одно и то же надоедает. Сколько бы подписчики не любили тебя, но все-таки нужно что-то какое-то разнообразие. Задний план, чтобы был разный. У нас вообще в Азербайджане очень много достопримечательностей, которые я никогда не посещала, например. Ты видела нашу Балахана? Кстати, вот в Балаханы надо поехать. Да. Потому что я смотрю другие тиктокеры там снимают. Там очень круто. Там очень красиво. А далеко-то туда ехать? На такси где-то минут 30, на автобусе или на метро это где-то 40 минут, 50 минут. Можно поехать? Да. Ну там поснимать. Там очень красиво. Там и кафешки есть маленькие. Погулять можно там. Кафешки тоже есть. Я не знала, что там кафешки есть. Несколько. Большие сытные бургеры, да? Прям наедаешься. Прям думал, как я сейчас буду доедать. И сочное. Смотрите, какой. Прям течет. Да. Смотрите, у меня все здесь уже потекло. Это мне очень нравится. Вообще, я считаю, что блогинг это очень интересно. Ты придумаешь что-то новое. Ты снимаешь, придумаешь разные локации, разные образы. И развиваешься. Ты уже в десятом, да? Угу. Уже репетиторы и все дела. Почему вообще занимаются сейчас репетиторы? Смотря кто как. Есть учитель, который берет от тебя 100 монат. Есть учитель, который берет от тебя 70 монат. Угу. Ну, разные, да? Смотря, какому учителю ты идешь. Я помню, что в наше время это было 50 монат. Стандартно. Все брали 50. Да. Не, у нас не так. Но уже потихоньку были учителя, кто брал 60, 70. Ну, стандартно было 50. Дешевле 50 вот просто не было. У меня сейчас не так. 50 есть, но нет, не так уж много. 50 это 2000 рублей, кто не знает. 2000 рублей платишь. И получается месяц ходишь на занятия. Угу. Насколько я знаю, в России полторы тысячи там одно занятие стоит. Если я не ошибаюсь. А может и ошибаюсь. Хрен знает. Просто я слышала, что в России очень дорого репетиторства. И не каждый ходит. У нас здесь все ходят по репетиторам. Все. В классе, если, например, 50 человек... 50 не бывает в классе. Например, 20 человек из класса хотят поступать. Все ходят. У вас есть кто не ходит по репетиторам? Нет. Нигде нет. Есть те, которые там вундеркинды, которые сами уже занимаются, сами уже знают все. У меня есть такие. У меня одна знакомая есть. Она поступила в АДУ. Она набрала 670 баллов в этом году. И... В АДУ, по-моему, нету бесплатного, по-моему, да? Нет, там нет. Есть и нет. Есть среди зрителей, кто учится в АДУ? Да, пишите. Напишите, пожалуйста. Интересно очень. Нас смотрит этот уровень или нет? У них 5000 долларов стоит обучение, насколько я знаю. И плюс, что ты должен набрать, да и раба. Угу. Мне кажется, есть. Но, наверное, даже если нет бесплатного обучения, то мало даешь, да? Чем другие, да? Да, там получается какая-то скидка. Да. Маленькая такая. Малюсенькая. Маленькая, 9%. Учусь за два года, а всего 10% скидки. У них там еще есть фундейшн, то есть первый курс ты изучаешь английский, если ты хорошо не знаешь английский. Вот, потом уже приступаешь к обучению. Уже открылась школа, а да. Да. Рядом прям университетом школа. Там только на английском обучении, только на английском. Ты должен прям знать. У меня моя подруга идет туда. Вот что там, то есть. Это хорошо. Вообще, я замечаю, что у нас в Баку все больше и больше английский язык требует везде. То есть ты английский обязательно должен знать. То есть в смысле ты не знаешь. В смысле не поняла. На работу, когда устраиваешься, иногда бывает такая сфера, где вообще язык не нужен. Говорят, ты знаешь английский? Например, говоришь, например, я интермедиат, да, или другой свой уровень. Он говорит, нет, нам нужен чистый английский. Вот как русский, знаешь, английский. Вообще, чем вкладывать столько денег в образование в Азербайджане, лучше учиться за границей. Ну, мой парень выучился за границей. Просто девочка одна за границей. Это опасно и нехорошо. То есть ты одна, там никого не знаешь и учишься. Но если ты вдруг с родителями поедешь, то да, это хорошо. У меня подруга, она в Австралии учится. И она с мамой туда уехала на обучение только. Ну, это круто, на самом деле. Если бы у меня был бы сын, я бы его отпустила. Ну, сказала, слышь, не хулигань там. Сын, да, сын можно. Мальчика не опасно, да, в одну, то есть в другом стране. Но девочка опасна. Мальчик, если умрет, ничего. Девочка, главное, чтобы не умерла. Мне кажется, там чисто наш менталитет, да, такое, типа, девочку нельзя куда-то далеко. И опасно тоже, да. Мужчина может за себя постоять. Как я это буду доедать? Хочешь, не доедай, да поешь картошечку. Давай я поем немножко картошечку. Я-то хотела три заказать. Они очень вкусные. Ну, сама она могла бы это покушать. Нет, я обычно стандартный дверь крем. Все, теперь от меня не отвертишься. Ты живешь теперь близко. Все. Максимум я буду подниматься на пару этажей выше. Звонить в дверь. Заходить в комнату, будить ICL прям с камерой. Давай, вставай. Идем снимать видосики. Ты просто мне точно в багаже какая дверь. Я тебя достану. Все мне капец. Дай мне тоже одну салфеточку. Бери. Сколько хочешь. Я очень люблю газированные напитки, но я стараюсь их не пить. Да, это вредно. Ну, вы знаете. Толстеешь. Айка за эти время, которое я ее не увидела, она так похудела. Господи. По ней не скажешь, по видео не скажешь, но реально очень сильно похудела. Вы это видели? Я иногда бывает, например, надену шорты какие-то, например, необлегающие. Все мне пишут. Айка, ты поправилась. Потом через два дня я, например, в лосинах. И все пишут. Айка, ты похудела. Все зависит, ребята, от одежды. Одна одежда показывает тебя очень худой, другая вполне. Это реально так. В общем, на этом все, ребяточки. Мы уже наелись. Я уже не могу. Если вам понравилось это видео и вы хотите нас видеть почаще, а я знаю, что вы хотите Айсель видеть почаще по комментариям. Что-то нам разрывают, чтобы с ними с Айсель. Обязательно подписывайтесь. Ссылочка на тикток Айсель оставим внизу. Всех любим, целуем. Всем пока.